В Алматы проходит выставка ванной истории, объединяющая трёх художниц, представительниц современного искусства Аружан Жумабек из Алматы, мастера под именем Коконжа из столицы и Кати Кан из Лондона. Экспериментальные работы представляют ванну в качестве символа карантина 2020 года и повествуют о точках соприкосновения в отношении к изоляции. Общий является как раз таки период, в который они были выполнены. То есть общий взгляд на ситуацию, либо на самоощущение и самоидентификацию художниц. Выставка была проведена с целью выявить и провести некий диалог между ними, между их взглядами. Как мы видим, молодой взгляд может отличаться, но также, если вы заметите, есть очень много пересекающихся идей во взгляде на мир. Выставка является собой калейдоскоп всевозможных техник, фото и видеоарт, графика, живопись, вышивка, рисунок. Затрагивая ряд проблем от жизненных перемен до кризиса в развитии, художницы стремятся к диалогу друг с другом и со зрителем. Таким образом, ванны истории получат свое продолжение. Камерный хор Североказахстанской областной филармонии имени Акана Серы в Петропавловске подготовил для зрителей концерт в честь 30-летия независимости Республики Казахстан. Коллектив был организован около 20 лет назад, однако история хорового искусства области корнями уходит в далекое прошлое. К слову, нынешний год для хористов богат на знаменательные даты. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения известного хормистера Коцика Ивана Васильевича, который прибыл сюда, в Казахстан, из далекой Варшавы. И впервые в Казахстане создал, организовал хор, хоровой коллектив при педагогическом колледже. Впервые это был четырехголосый хор. С тех пор, конечно, хоровое пение в целом претерпело большие изменения, но тем не менее оно продолжает в Североказахстанской области активно жить. В том числе продолжает радовать зрителей своим творчеством и камерный хор под руководством Галии Мухамеджановой. Праздничный концерт «Отанана» в честь юбилея независимости зрители смогут посмотреть в записи в социальных сетях. Объекты культуры в области пока продолжают работать в ограниченном режиме. В Туркестанском областном музее открылась выставка «Мир графики». Вниманию публике представлено около 70 работ, выполненных в техниках линогравюры, афорта и литографии. Казахская графика динамично начала развиваться в 30-е годы прошлого столетия. Самый первый графист, который получил профессиональное образование, это Аубакир Исмаилов. Он в 1928-1929 годах учился в Москве. По приезде активно работал в направлении графики и живописи. Среди первых профессиональных графистов был Валентин Антошенко-Оленев. Этот человек очень долго преследовался властью по политическим мотивам и после десятилетнего заключения в Сибири приехал в Казахстан и тут написал очень много работ, которые сейчас являются частью нашего золотого фонда. К слову, к числу самых ценных работ экспозиции можно причислить труды Баранова, Дроздова, Сидоркина, Мингазитова и Гурьева. Их творения в фонде музея хранятся с 50-х годов. Литография рисуется на камнях. Их привозят из Ирландии и Исландии. И если вы будете обрабатывать полотна, трогая их руками, руки сильно пострадают. Работа проделывается на специальном станке, а этих станков в Казахстане нет. У нас литографией никто не занимается. Основной причиной и проблемой этого является развитие компьютерных технологий. В фонде музея на сегодняшний день хранятся более 100 графических работ, среди которых можно встретить труды отечественного мастера Тимура Ордобекова и его учеников. А сейчас мы расскажем вам о событиях ближайших дней. Труппа Театра Астана Балет 29 января готовится представить постановку «Щелкунчик». 29 января гости Театра имени Станиславского станут свидетелями спектакля «Не все коту масленица». 30 января в Семее в Театре имени Абая пройдет постановка «Хара-Пима». Тебеums «Тема trendсвобед олжение следует...» Продолжение следует...